Церемония честования спортсменов Брестской области, которые в 2017 году завоевали медали на официальных международных соревнованиях, мероприятие традиционное. В торжественной обстановке триумфаторов и их тренеров поздравили представительство Национального олимпийского комитета в Брестской области, ветераны спорта, многочисленные спонсоры и именитые атлеты. Всем нашим спортсменам хочу пожелать просто неиссякаемых сил и энергии для достижения поставленных вами задач, для достижения новых побед, новых рекордов. Представители Брестской области становились победителями и призерами турниров по волейболу, хоккейной траве, фехтованию, гребле, тэквондо, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, плаванию, дзюдо и пулевой стрельбе. Некоторые из атлетов поднимались на пьедестал не единожды. Медаль на Кубке мира и четыре золотые медали на чемпионате Европы, я думаю, я даже не планировал такого, в принципе, отличного выступления. Год был успешным, какие планы на год? Восемнадцатый? В следующем году уже начинают разыгрываться олимпийские лицензии, поэтому прежде всего надо завоевать лицензию, ну и постараться, конечно, с медалью это сделать на чемпионате мира. Были как удачные старты, так и неудачные, и даже в этом году у меня был такой старт, где я стартанула немного раньше и меня дисквалифицировали. Но мы с моим тренером рассматриваем любой старт как положительный, и все результаты, которые я показываю, для меня это очень большой успех. Для спортсменов Брещины 2017 год стал успешным. Только в олимпийских видах спорта завоевано порядка 50 медалей, что на четверть больше, чем в 2016. Активно участвуют атлеты и в общественной жизни региона. Спортсмены, конечно, подают пример, чтобы не курить, не употреблять алкогольные напитки, скажем. Ну то есть действительно заниматься упражнениями физическими, которых сегодня нам очень не хватает, особенно молодежи, которая сидит у компьютеров. И сегодня многие проблемы связаны со здоровьем, они связаны с тем, что мало двигаются наши дети. Несмотря на обилие международных стартов и завоеванных наград, 2017-й дал спортсменам передышку после Олимпиады в Рио. С 2018-го начинается активный соревновательный период и борьба за лицензии на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. У меня проходил минский турнир, который очень главный был Кубок Европы. И стала там я второй раз первая, поэтому родные стены, они помогли. И я считаю, что успешный, но в дальнейшем мы, в 2018-м у нас начинается отбор на Олимпиаду, поэтому будем работать все наилучшим путем. Приятно отметить, что у нас есть новые молодые звезды. Это в художественной гимнастике, в том же в Тайкондо, в велоспорте. Поэтому список на следующие Олимпиады в Токио будет шире, чем, я надеюсь, в Рио-де-Жанейро.